Перевел и озвучил Максим Ли при поддержке сайта halflife.su Разум Фримена эпизод 51 Однако, тут совсем не безопасно, ведь эта каменная пыль может серьезно подпортить здоровье. Так что поспать тут не получится. Кстати, я не думаю, что это утечка газа, ведь им совсем не пахнет. Стоп, может это эфир? О, скажу вам очень мило со стороны скал, что обвалившись они все же оставили мне выход. А вот бомбы ни хрена не мило. Забудьте о Фримене. У нас огромные потери. Мы отходим назад. Повторяю, забудьте о нем. Мы отходим назад. Если останетесь, можете забыть о себе. Блин, вы это слышали? Они сказали, забудьте о Фримене. О, я же могу удалить себя из базы данных. Или нет? Хотя, нет, это не... Что за... Этот охранник понятия не имеет, как ему повезло. Признаю, он поступил умно, начав вовремя стрелять в эту штуку. Может он уже сталкивался с ними? Да, думаю, это лишь часть того, что нас ожидает в будущем. То есть уже сейчас ты прогуливаешься на стоянке у магазина, а за тобой сидят десятки камер наблюдения. Думаю, лет через 50 на крышах всех магазинов будут установлены турели, стреляющие в выбегающих воров. Ну и что, смышленыш, теперь ты мой новый телохранитель. Все, понял, бежим отсюда. Вот-вот, изначально я тоже хотел бежать. Но тут я тебе не советую быть крутым легкоатлетом. Ведь вокруг куча лазеров, мин, смерти... Теперь понимаешь, о чем я? Слушай, не знаю, сколько у тебя патронов, но ты все же должен пользоваться своей пушкой. Эти ребята раздавят наши головы, как виноград, если мы не убьем их раньше, ты понимаешь это? И твой шлем их не остановит, он дает тебе ложное чувство безопасности. Вот посмотри на это. Ты это видишь? Так, держимся вместе, хорошо? Дерьмо. Не сюда. А мне туда, где нет пчел. Вообще нет пчел. О, больше бомб! Да, сейчас это вообще зашибись! Меня зажали! Свали! Какой, блин, замороченный день. Видите, шахматы не готовят вас к такому. Если вот ладья и три пешки окружат вашего коня, он не начнет подавляющий огонь и не сможет прорваться через них. И вас выгонят, если вы попробуете это. А если меня за это выгнала реальность? То есть, а это что за хрень? Это вообще в реальности? Хотя откуда мне знать? Но это было бы проще объяснить вдали от пришельцев. От пришельцев и телепортаций, и заговора против меня, и лекарств, и дружественного огня, и призраков, и этих долбанных космических дискоболов. Как же я голоден, черт возьми? Почему у солдат нет никаких сухпайков? Что за дрянь? Да, молодцы. Миссия выполнена, уроды. Вы убедили меня туда не идти. В лучшем случае это дерьмо безвредно, и состоит из какой-то растянутой кожи. А вот в худшем я уже мертв, из-за инопланетных бактерий. Боже, еще один. Хотя, думаю, это все же безопасно, потому что наша ДНК реально отличается от инопланетного, и их вирусам еще недостаточно времени, чтобы понять, с чем они, черт возьми, имеют дело. Ну, это единственный путь. Дрянь. Нет! Нет! Я не ваша мать! Хватит прилипать ко мне! Не преследуйте меня! Хватит! Я был бы не очень хорошим нянькой. То есть, мое первое желание при виде детей – это бежать и кидать на них чем-то. Ну, конечно же, не убивая их. Боже, сколько тут этих штук? Это коварное яйцо с паршивой иллюминацией. Знаете что? Я умнее этого. Да, вот так. А если подумать, эти светилки для привлечения хищников, что ли? Думаю, наша эволюция не примет этого. Щелк! Ну, теперь то, что я видел, стало нереальным. Или меня надули. Это на самом деле были хитро выдуманные фейерверки. Эта хрень парит в воздухе, значит будем действовать по-другому. Итак, попытка номер два. Ну что, оно реально. У-о-о. Нет! Вы мне не нужны! Стоять! Эй, а где тот охранник, который должен был прикрывать мою спину? Наверное, какой-то ерундой страдает. Поэтому я и не вернусь за ним. И еще он стрелял так медленно, будто заряжал порохом свой пистолет после каждого выстрела. Может, он из этих, староверов? Почему-то мне кажется, что я сражаюсь с самосвалом. Воющий самосвал переполнили пчелами. Вся броня, которую они носят, бесполезна, и нужна лишь для того, чтобы выпячивать свои инопланетные мышцы. Такая броня больше подошла бы стриптизерам. Неужели мы захвачены стриптизерами? Хотя, возможно, это обычное вторжение, но может у этих пришельцев есть странный извращенный контекст в своем нападении? Так, дадим этому еще один шанс. Ура! Я выиграл кошмарных букашек! Они точно не попадут в дикую природу. Ведь мы, как цивилизованное общество, выловим их и пустим драться на ринге. Вы начнете с маленьких жучков, потом побольше. Черт возьми. Далее ставки будут неуклонно увеличиваться. Но они слишком быстро дохнут. Может, это реакция на что-то в нашей атмосфере? Ну и хорошо. На этом и закончим. Надеюсь, тут есть что-нибудь ценное. Ну, хотя бы то, что пришельцы считают ценным. Боже! Я что, недостаточно глубоко ушел? Но, блин, для них и плесень может быть ценной. А? Эй, плесень! Я тут! Зови и другие грибы. Я раздавлю вас. Вы никогда не доберетесь до наших грибов и другой херни, которая растет у нас в подвалах. Понятно? Гребаные пчелы! Почему тут... Мда, это же охрана тупика. Ладно, время второго тайма. Интересно, а вдруг он реально просто охраняет грибы? Что? Господи Иисусе! Он телепортировался прямо за мной! Это было слишком близко! Он же мог и в меня телепортироваться! Ни за что! Время отступать! Что? Почему он еще жив? Я тут разве не убил всех вокруг себя? Вроде и пример показал. Ничего нельзя поручить другим. Знаете, как-то не слишком круто быть армией из одного человека. И я говорю армия лишь потому, что это звучит дерзко, а не потому, что у меня есть такие же возможности. Да и выбора у меня нет. Либо все делать самому, либо просто умереть. Мне кажется, человечество сейчас стало ничтожным. Или даже не человечество, а вообще все вокруг. Ну что, сыграем в игру. В твоем роде были черепахи или ты только сейчас стал таким шустрым? Итак, с какой стороны? С этой? Ладно, давайте посмотрим, чего тут такого важного они так сильно защищали. Там что, выход что ли? Они его закрыли. Значит, это что-то значит. Какого черта? Это просто угол! Да пошли вы нахрен, и ваша долбаная рваная кожа! Тут нет ни одной проклятой вещи! О, стоп, тут есть пружинящая штука. Может сверху есть какой-нибудь выход? Есть какая-то выемка. Проверим. Возможно, это то, что надо? Нет! Там нет ничего! И если я прыгну, единственное, чего я добьюсь, это разобью себе голову. Так много мороки ради того, чтобы открыть долбанный тупик! Уверен, тут был проход до того, как пришельцы засорили тут все. Ох, если бы у меня была бы карта. И разве тут не должны быть периодически отмечены пожарные выходы? Я пока не видел ни одного, хотя уже давно тут нахожусь. И что делать дальше, если тут всюду тупики? Стоит ли попробовать вернуться к тем обвалам и откопать выход? Ох, вряд ли в этом есть смысл, ведь там кроме камней еще и железные двери. Стоп! Ох, спасибо! Спасибо! Теперь я знаю, что делать! Если я тут застряну надолго, мне придется есть пришельцев. Но я даже не знаю, как их готовить.